Добрый вечер. Сегодня мы также будем говорить, возможно, последний вечер, закругляем тему ложные представления о гневе и возможности в конфликтах, то есть, как, зачем вся эта тема, как мы можем в этом научиться вырасти. Почему эта тема очень важная? Потому что, если я спрошу, кто из вас гневается, сколько процентов попадет туда? Сто. Вы скажете, ну, мой гнев, он такой скромный, его даже никто не видит. Каждый человек гневается в вопрос просто, как это происходит. И мы говорили о ложных представлениях, то есть, человек искренне верит, что вот в этой ситуации он может разгневаться, и это как бы не грех. И я просто повторю коротко ложные представления о гневе. Ложь. Гнев на Бога – это нормально. То есть, если Бог не удовлетворил твои желания, не ответил, как ты просил, то ты можешь, конечно, разгневаться. Второе – ложь. Гнев – это нечто внутри меня. Вот какая-то субстанция. Вот. И вот эта субстанция, помните, мы говорили, как чайник, который вскипает, или крышка, да, пара. Ему надо выйти, и вот тогда человек себя чувствует лучше. И следующая ложь. Моя проблема – гнев на самого себя. Вот. Я уже на других не гневаюсь, я гневаюсь на само себя. Помните, мы рисовали треугольник, и мы говорили о стандартах. То есть, человек устанавливает себе стандарты, они вообще с Библией ничего общего не имеют. Просто человек, вот, хорошая мама. Хорошая мама – значит, она должна, у нее всегда квартира должна блестеть. Или хороший пастор не опаздывает. Вот. Стандарты, которые человек установил, и, конечно, он потом смотрит, судит сам себя и так далее. Прощает. И сегодня мы последнюю ложь рассмотрим. То есть, вот в этом контексте ложь. Гнев просто находит на меня, потому что я такой человек. Возможно, вы уже слышали. Гневливающего человека. И все говорят, оставьте его, он уже такой есть. И он так уже в себе и радуется. Ну да, я такой есть, и что вы, оставьте меня. Итак. Каждый человек учится гневу двумя способами. Во-первых, мы учимся гневу у других, на примере других людей. И, во-вторых, мы учимся гневу, практикуя его в своей жизни. Мы читаем Колоссянам 3.8. А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, злоречия, скверословие уст ваших. То есть, человек, конечно, может себя оправдывать, но я такой. Но Библия возвращает нас и говорит, нет, если ты дитё Божие, то тебе нужно отложить. Итак. Коротко, гнев. Почему люди ещё гневаются? Гнев – это средство достижения цели. Гнев – это оружие, с которым я либо защищаю мою ценность, либо отвоёвываю мою ценность. То, что я так сильно хочу. Понимаете, да? Это как если бы пистолет был или какое-то оружие, с которым я сражаюсь. То есть, первый способ – мы наблюдаем за другими людьми и повторяем их действия, как они гневаются. Ну, например, если дети учатся у кого? У родителей. Первое. И они просто смотрят. Приходит папа домой, усталый с работой. И он хочет иметь покой. Причём каждый этот покой может по-своему трактовать. Папа может сесть в покой для него. Это не просто лечь, а включить телевизор или интернет. И вот сесть, чтобы никто не мешал. И тут заходят дети. Говорят, папа, и начинают играть. Он говорит, тихо, не мешайте. А потом что происходит? Когда он два-три раза сказал? Потом он начинает повышать голос, гневаясь. То есть, он начинает повышать голос очень сильно. В зависимости от того, как привыкли, на каком уровне привыкли дети воспринимать этот гнев. Он, гневаясь, начинает кричать. И что происходит? Да, дети могут убежать, уйти. И он говорит, наконец достал, достиг цель. У меня теперь есть покой. Теперь, эта картина повторяется, как вы думаете? Каждый год или каждый день? Скорее всего, каждый день. То есть, отец или мать говорит своим детям, он не слушается, повышается голос. Причем, голос повышается, а дети же такие естества. Они будут провоцировать до последнего. То есть, и потом получается, что... А теперь смотрите, работать с сыном или с доченькой, сказать, доченька, подождите, я устала, давайте я чуть-чуть потом. Но это время занимает, там фильм, я хочу расслабиться. Намного быстрее закричать, разгневаться. И проблема решена. Достиг цель, все, тишина. То есть, если теперь ребенок вырос и увидел, или, например, за столом муж говорит с женой, и жена не согласна с мужем, что муж может сделать? Как стукнуть кулаком, да, сказал так, тихо. В зависимости от культуры, где мы выросли, мы выражаемся по-разному. Вот. То есть, гнев взорвался. Все, тихо. Достиг цели. Теперь, если дети растут в таком доме, как вы думаете, чему они учатся? Они учатся так, а вот как достигать можно цель. Нужно закричать с игрушкой, это уже начинается в маленьком возрасте, с игрушками. Так, если просто просить, не срабатывает. Нужно кричать, гневаться, и тогда я достигаю цель. Но обычно гнев, кто изливает, он же провоцирует гнев. Это же не просто так. Теперь вырастают дети. И сперва они такие, вот как Ваня, да, например, они раз, зашугались, убежали. А если будет Ване 20 лет? Папа, а я теперь тоже могу поднять голос. И поэтому, когда дети вырастают, это волчий принцип. То есть, старший давит на младшего, вот как волки, да, он скалит зубы, но маленький волчонок, он понимает, что большой волк его сейчас зацепит. И у него раз, сжался. Но когда волк вырастает маленький и стает большим, теперь он пробует свои зубы. Уже на своих родителях, и он понимает, а теперь у меня больше силы. Это принцип, когда человек думает, ну, гневом я достигну цели. То есть, теперь, человек может учиться. Первая семья. Конечно, здесь играет и общество свою роль, да. Если дети, например, постоянно растут с подростками, с другими, они видят тоже, они могут у других учиться. То есть, первое, мы учимся и видим, подражаем, как можно быстро достичь цели. Поэтому люди могут гневаться. Или, например, родители, которые все время проклинают погоду. Правительство. Вот если в доме, например, есть постоянно вот тени, то тот народ не так. Знаете, народы проклинают, да. Особенно, когда война идет, могут одни другого народ проклинать. Эти такие, эти такие. Правительство такое. Что делают дети? Они впитывают. Если ты на машине едешь и постоянно плохими словами ругаешься, кто-то тебе дорогу переехал, взял. А что будут дети делать? Они быстро научатся. Я рассказывал эту историю. Маленький мальчик, племянник. Можете вот такого в 7-8 лет на немецком говорить. Родители всегда говорят на немецком. Только один раз папа сказал, когда машина проехала рядом, а мы что-то не остановились, он говорит, и сказал имя животного одного. Вот, не буду я повторять. Дальше. Неделю спустя этот маленький сын сидит рядом, который на немецком говорит. И вдруг он, опять похожая ситуация, и теперь уже сын говорит на русском имя животного. Отец в шоке был, откуда этот ребенок запомнил имя животного и применил его в ситуации. И он, ему так стыдно стало, и говорит, господи, я не хочу этого. Ребенка не надо было говорить. Ты запомнил, как это надо делать? Вообще. А он вообще просто рядом сидел. Но дети быстро учатся. То есть, это первое. Мы читаем языки 16.47. Но ты и не их путями ходила, и не по их мерзостям поступала. Этого было мало. Ты поступала развратнее их на всех путях твоих. То есть, с одной стороны, человек учится у другого, плюс есть свое сердце греховное, которое может еще дальше пойти. Это как раз то, что говорится здесь. Притча 22.24. «Не дружись с гневливыми и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». То есть, смотрите, не проводи время с таким человеком, потому что ты обязательно что сделаешь? Научишься. Писание обращает наше внимание на силу ассоциаций. То есть, если ты гневаешься, то тебе нужно выяснить, у кого я научился гневаться и против чего я гневаюсь. Это очень важно. Кто был моим учителем? Иногда дети, которые вырастают, выходят, и они говорят, я как отец не буду поступать или как мама. И потом, когда они начинают взрослеть, свои дети, они понимают, я так же поступаю, я так же кричу. И это страшно. И если не начать вот этот процесс обратно, работать над этим, скажешь, ну, я так научился, все, я такой. Притча 13.20. Обращайся с мудрым. Общайся с мудрым, будет мудр, а кто дружит с глупым, развратится. То есть, общение с мудрым человеком, ты видишь, как он в ситуации, например, сдержанно действует, и на него наехали, грубо сказали, а он сдержанно действует, и понимаешь, я хочу тоже так. То есть, это делает тебя мудрее. Вот почему так важно сегодня выбирать друзей, с кем ты общаешься, как ты говоришь, почему мы говорим, давайте в церкви, почему мы говорим, пожалуйста, не обсуждайте, не гневайтесь, молитесь друг за друга. То есть, в этом мы можем расти. Если мы будем каждый день пребывать в общении с самой мудрой личностью, когда-либо, жившей на земле, мы научимся поступать так, как он поступает. Иоанна 2.6. Кто говорит, что пребывает в нем, то есть в Иисусе Христе, тот должен поступать так, как он поступал. А общаясь с Иисусом, проводя время, наш характер будет преобразовываться в его образ. Многие особенности стиля гнева человека могут сформироваться, кроме влияния родителей, через сверстников, этнических групп, преобладающие культуры. То есть, кстати, гнев в народностях может по-другому отражаться. Вот в западной культуре здесь, мы сейчас говорим, если взять Европу западную, Германия, может быть, здесь ближайшие страны. Они гневаются, но чуть-чуть по-другому. То есть, мы смотрим на славян и видим, что в политике, в думе могут подраться. То есть, по лицу побить. Как так? Это немыслимо. Они потом подружатся и дальше идут, я не знаю. Здесь, мы скажем, ой, это так не гневаются. Но здесь подается гнев на холодном блюде. Очень просчитанно. Потому что подраться, это дорого будет. Это нанесение ущерба имущества. И поэтому люди как бы сдержаннее. Кулаки не распускают. Но думаете, что они не гневаются? Они ищут другого метода. Как показать, вылить, как быть подлым, за спиной что-то сделать. Это тоже гнев. Поэтому в зависимости от культуры, гнев будет по-разному выражаться. Но он всегда выражается. И мы сейчас не оцениваем, какой гнев лучше. Мы просто говорим, что он по-разному выражается. Греховный гнев исходит из сердца. Но конкретная форма выражения гнева зачастую воспитывается. То есть, я гнев могу воспитывать. Когда я хочу помочь гневливому человеку, то я должен знать, что и праведный, и греховный гнев будет выглядеть по-разному в разных людях и разных культурах. То есть, мне это нужно обязательно понимать. Теперь, второй способ. Это первый способ. То есть, мы учимся у других. Второй способ. Гнев практикуется человеком до такой степени, что становится второй натурой или привычкой, стилем поведения. Что такое привычка? Привычка – это автоматически воспроизводимые действия. То есть, я их уже на автомате так делаю. Привычка – это то, что человек делает часто и регулярно, и даже об этом не задумывается. А может человек гневаться по привычке? Кстати, некоторые люди предсказуемы. В каком смысле? Вот если сказать это слово или это сделать, я примерно знаю, как он среагирует, другой человек. Откуда я это знаю? Он всегда так реагирует. Он всегда начинает поднимать голос, руками махать или там… То есть, предсказуемо. Почему? Потому что, наступая на мозоль, ты понимаешь, а он сейчас вот так разозлится. И некоторые в школе даже дразнят, вот, знаете, среди сверстников специально, чтобы сказать, вот там, вспыльчивый, другой так раз сделал, такой он там пылит, а другой наслаждается. Предсказуемо. То есть, смотрите, на автомате. Теперь, разные стили или методы гнева. Некоторые люди взрываются гневом, изливают его и продолжают общение, как ни в чем не бывало. То есть, вспылил, это как тот колпак. Пар выпустил, все чувствуют себя плохо, ему хорошо, он дальше, как будто ни в чем не бывало. Другие. Другие закрываются в своих норах, распускаются люди и дуются. Это тоже гнев. То есть, не взрываются, обиделся, не буду говорить с тобой, все. И следующую неделю не говорит муж с женой, соседом, с рабочим, там, с коллегами и так далее, да. Есть такие, которые рвут и мечут на протяжении многих дней, то есть, постоянно злые. Некоторые повышают тон, другие умолкают на какое-то время. Некоторые заявляют о своем гневе, используя множество сигналов. Другие же, наоборот, гневаются, чтобы избегать людей. То есть, иногда человек может гневаться, избегать людей, другой гневается, чтобы напугать людей, запугать, показать свое превосходство. Правильное самопознание требует, что человек, находящийся в гневе, определил характерные способы проявления своего гнева, его действия и военные стратегии. Вот вам задание, домашнее, кстати, каждому из вас. Как ты гневаешься? Не говори, что ты не гневаешься. Как ты гневаешься? Когда ты молчишь, когда ты кричишь, когда ты не хочешь говорить с другими, специально игнорируя, показывая всеми фибрами твоей души, я с тобой говорить не буду. Это гнев. Кстати, а в церкви это может быть? А в семье? Понимаете? Во всех сферах. Во всех сферах. Итак, давайте подведем итог. Гнев может быть беспощадным и убийственным, как Каин, например. Помните, Каин настолько сильно разгневался, что он не мог под контролем сдержать свой гнев, что он убил. Гнев Патифара, эмоция воспылала гневом. Помните, когда жена Патифара притворилась и сказала, как бы Иосиф хотел насилие сделать, она солгала. И когда об этом Патифара узнал, написано, что гнев его воспылал, то есть сильно он разгневался. Он понимал, он думал, что это правда и в этот момент разгневался. У жены Патифара был хладнокровный гнев. Она не кричала, она просто обманула и сказала, вот, Иосиф это сделал. Роптать, жаловаться, припираться, замышлять восстание. Это израильтяне в пустыне. Это тоже гнев. Мы не согласны, как ты нас кормишь здесь. Манна. Мясо мы хотим, а не манну. Во всех вышеперечисленных случаях гнев исходит из лжи и похотей, которые управляют сердцем человека. Человек думает, мне это надо. Я должен это получить или я должен иметь покой. Отец думает, когда он кричит на своих детей, мне покой нужен. И поэтому я имею моральное право сейчас крикнуть, чтобы все успокоились, чтобы мне спокойно досмотреть мой фильм. Но это ложь. Никто не давал ему моральное право. Он сам его взял. Это просто оружие, которому защищает то, что ему важно. Поэтому здесь нужно, когда человек гневается, нужно понять, а что тебе так? Что ты сейчас не получил? Гнев всегда в себе несет разрушительные последствия. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Гнев не созидает взаимоотношения. Человек может достичь цели, но через это разрушить взаимоотношения. Муж, который постоянно кричит на жену, на детей. В этот момент он же достиг своей цели. Все успокоились. А потом он думает, а почему дети не хотят ко мне идти? А почему они со мной не считаются? А почему, когда я прихожу, они навстречу ко мне не бегут? А в своих норах где-то прячутся. А это последствия. Гнев никогда не созидает. Никогда. Гнев всегда разрушает. Или есть кто-то из вас, на кого накричали, наехали, кто-то скажет, а можешь еще раз это сделать? Мне так понравилось. Есть такие? Нет? Шеф или там жена или супруг, или кто-то вот накричал на тебя и злил свой гнев. Ты стоишь, как хорошо, можете еще раз? Мы понимаем, плохо, да, мы можем промолчать, но никто не в восторге. Никто из нас не в восторге. Даже если ты по-библейски промолчал, благословил этого человека, это уже другая сторона, да? Но никто из нас не в восторге, хоть бы еще раз. Это не признание в любви. Поэтому нам нужно понимать, человек, который гневается, ему кажется, ну я же достиг своей цели, все, все хорошо, у меня покой, наконец-то я доказал, что я прав. Да все знают уже, что ты прав, только ты один остался со своим правом. Часто вы можете сразу же заметить последствия гнева в отношениях, то есть, ну, оно, например, оскорбительное слово, Библия говорит, притча 15.1, оскорбительное слово возбуждает ярость. Кто-нибудь уже ссорился, слово за слово, и потом оба гневливые. Бывало уже? Один завелся, и другой понесло. Супруги. Не всегда же жена молчит. А потом в разные, ну да, это уже, потом уже отходят. Раненые потом отходят. Так с братьями бывает, так с супругами бывает. Кто-то в день, может за день помириться, кто-то неделю, а кто-то годами живет. Есть братья, рассоренные семьи. Не видят, не хотят друг друга видеть и говорить. Когда-то в гневе что-то говорил, сказал, обидел, а потом на многие годы. Итак, очевидно, что гнев является основой проблем межличностных конфликтов. То есть в браке, в семье, в церкви, на работе между соседями, между народами. Гневливый путь, пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. То есть гневливый человек, он потерпит наказание. Так же об этом Библия говорит. То есть, ну, всегда найдется на гневливого человека, кто еще больше на него может быть наехать. Итог. Гнев – это распространенное и типичное зло, с которым мы все боремся. Гнев включен во все списки грехов в Писании, а также синонимы – ярость, злоба, ссоры, вражда, убийство. Это список дела плоти. Дела плоти известны. Там написано – ярость, злоба, ссоры, вражда, убийство. Во всем этом проявляется гнев. Когда человек ссорится, он же не ссорится мирно. Давай мирно поссоримся. Но это нереально. Ярость на человек тоже мирно. То есть, ярость – это, ну, высшая ступень еще гнева, да? Вот. Поэтому это выражение. Более половины списков дел плоти перечислены Павлом Галатом, 5 глава, с 19 по 23 стих. Содержат различные проявления разрушительных сил, враждующих против Бога и Его плана. Также каждый аспект плода духа можно охарактеризовать как полную противоположность греховному гневу. То есть, если мы говорим плод духа, например, любовь, мир, радость, долготерпение, кротость – это же как раз противоположность тому, что делает гнев. То есть, мы должны взращивать как раз плоды духа. Они должны проявляться. Гнев – это как раз и является противоположность. Вот почему это дело плоти. И Павел напоминает, делающие так Царство Божие не наследует. То есть, ты не можешь сказать, ну, я такой. Ну, ты обманываешь. Для этого умирал Христос. А мы читаем 2 Коринфян 5, 17. Ибо кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. То есть, ты не можешь сказать, ну, я всегда бы голос повышал. Но ты встань на колени и скажи, Господи, я не хочу. Это не славит тебя. Для женщин очень важно. Если женщина повышает голос на мужчину, она его унижает. Она унижает мужчину. Это грех. Мужчина может по-другому мстить. Если так, уходить, там еще какие-то вещи делать. Но это всегда, когда кто-то повышает голос, это главенство. Я здесь босс. Поэтому, друзья, гнев не творит правды Божьей. Он не славит Бога. Библия раскрывает мотивы греховного гнева. Описывая историю ропота израильтян в пустыне, в исходе, в числах, Библия очень конкретно определяет его мотивы. Они не получили то, чего хотели и не верили в благость, силу, мудрость Божию. То есть гнев всегда напрямую связан с неудовлетворенными желаниями. Я так сильно хотел что-то получить. И мне не дают. Я хочу сейчас покоя, а дети здесь бегают. Я хочу, чтобы мне сказали, ты прав, я прав. А тут кто-то спорит со мной и доказывает, что это не так. И тогда человека начинает возбуждать. То есть он начинает гневаться. Бог говорит, я думаю, вам сперва нужно пройти в пустыне, мана для вас будет хороша. Исраильский говорит, нет, мы заходим. Вы думаете, когда они сидели, плакали, это были слезы, знаете, такого умиления? Это были слезы гнева и недовольства. Боже, мы не согласны с тем. Нам так плохо. Внутри мы настолько злые, что команда. А может быть у нас кто-то не получил новую квартиру, не женился, замуж не вышел, не вышла. И ты злой. Господи, ты все еще не дал мне. Я уже все сделал. Я не хочу так. Может человек вот это недовольство выражать? А тот, кто женился или вышел замуж, да, но не того супруга. Я другого хотел. Квартиру получил. Да не такую, я думал, с другими соседями. А тут не те соседи. Понимаем, да? Человек всегда найдет что-то. Ему трудно смириться под крепкую руку Божию. Когда им надоела еда, то есть израильского народа, они захотели огурцов, лука, чеснока. А Мириам и Аарон попытались перехватить микрофон у Моисея. А что это Моисей один, что ли, будет говорить к народу? Мы тоже хотим. Что он себе одного выставляет здесь? Мы не хуже. А что это? Недовольство, гнев. Когда не было воды, люди потребовали хлеба, смок, винограда, гранатов и воды. То есть вопрос, когда человек гневается, не так трудно. То есть нужно всегда опуститься на сердце и подумать, аж ради чего я сейчас гневаюсь? Почему я так сильно гневаюсь? И теперь выход. Возможности в конфликтах или в гневе. Возможность первая. Прославить Бога. Доверясь Ему. Библия говорит, притчи 3, 5, 6. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Вместо того, чтобы взрываться, говорить, приди в себя и скажи, а я хочу в этой ситуации, когда все идет не так, прославить Бога. Помните, Аввакум заканчивает такими словами. И если не будет овец в загоне, и виноград не даст плода, и джоб-центр не выплатит вовремя деньги, и вовремя мне не дадут квартиру, и тогда я буду славить Господа. Подождите, если все хорошо, ну, все могут, и язычник может сказать, все хорошо, слава Богу. А если что-то не так идет, и хочется разгневаться, а ты понимаешь, а Бог же допустил эту ситуацию. И вот как раз в таких ситуациях, когда ты смиряешься, ты можешь прославить Бога и сказать, Боже, я славлю тебя. Ты допустил эту ситуацию, я славлю тебя, я принимаю от тебя. Я буду повиноваться Ему, Библия говорит, если любите Меня, соблюдите заповеди Мои и подражать Ему. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. В конфликтах есть возможность прославить Бога, когда кто-то наехал на тебя, когда кто-то накричал. Легче так же завестись, да? А труднее складнить колени и сказать, Боже, я благословляю этого человека. Второе. Возможность послужить другим. В разгаре конфликта повеление любить ближнего все еще остается в силе. То есть, если я конфликтую в этот момент, можем мы сказать, ну вот во время конфликта заповедь возлюбить ближнего отменяется. Вот я ему, я запомнил этот пример, мне так понравился тут, значит, один мальчик, два брата, один другого ударил, и отец это видит, и вот сын бежит за другим, хочет его ударить тоже, он говорит, остановись, подожди, он говорит, прости ему, он говорит, я прощу, но сперва я ударю. И это такая картина, вот нам кажется, подождите, если я сейчас злюсь, то подожди, заповедь возлюбить ближнего отменяется, я ему сейчас тоже дам, а потом буду любить. Нет, как раз таки заповедь не отменяется во время конфликта, да, Саида? Не отменяется. Поэтому мы говорим, чтобы всегда, всегда смотреть, родные, на возможность, как я могу послужить даже в конфликте. Никому не воздавайте зло за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Так, подожди, мы же скажем, так он мне делает зло, так в этом-то и суть. Помните, Иисус Христос сказал, если вы будете любить того, кто вас любит, ну чем вы отличаетесь? Ничем от людей неверующих. И последнее. Возможность еще больше уподобиться Христу. Римлянам 8.28. Притом знаем, что любящие Бога, призванные по его извольнию, все содействуют ко благу. Что это значит? А это значит человека, которого Бог поставил рядом с тобой. Машина, которая переехала к тебе и забрала твое право. Шеф, которого попустил Бог повысить голос на тебя. Другого человека. Это значит в этом, в этот момент ты можешь еще раз больше уподобиться Христу. А это значит его ругали, а он молчал, не отвечал зло. Мне кажется, так, я же проиграю. Нет, ты не проиграешь. Ты Бога прославишь. Спасибо, Людмила. Не молчать. Знаете, некоторые вот, в чем отличается психология от библейского понимания. Набери воду в рот и молчи, тогда ты не можешь говорить. Ну а внутри все кипит. Сердцем благословить, как Иисус сказал, Боже, я отпускаю. Он не знает. Помните, когда Стефана побивали камнями? Были ли это слова от сердца, или были эти крылатые слова, которые взял он, перенял его у Иисуса? Прости им, ибо не знают, что делать. А в сердце, думаю, Господи, накажи. Как вы думаете, какие это слова были? От сердца. От сердца. Только от сердца. И мы должны к этому идти и учиться. Итак, мы заканчиваем. Мы посмотрели разные варианты лжи, когда человек оправдывает себя. То есть, ну я имею право, вот такая ложь. Поверьте, это ложь. Оправданию гнева, изливания своего гнева на ближнего, нету оправдания этому. Это не славит Бога. Ни в семье, ни среди детей, ни в церкви, никак. Гнев мы учимся у других. Мы учимся гневу, практикуя его сами. Гнев – это средство достижения цели. И нам нужно спросить, а какую цель я сейчас достигаю? И Библия призывает нас – отложите гнев. Умертвите дела плоти, делающие такие, царство небесное не наследует. Это серьезное предупреждение. И поэтому у нас есть возможность даже в конфликте прославить Бога. И я предлагаю и призываю каждого из нас сейчас не в общем о ком-то думать, а в свою жизнь сказать, а как я вот вообще конфликтую? Что происходит? Боже, научи меня в моей семье, там, где я живу, на работе, среди соседей. Дай мне кротости. Это плод Духа Святого. И я уверен, люди заметят это. Люди заметят это. Скажут, в тебе, в тебе есть что-то, что во мне нету, что мир не может дать. А это плоды Духа Святого. И я желаю, чтобы мы в этом возрастали. Умерщвляя плоть, гнев – это дела плоти. Дайте возможность Духу Святому. Там должна быть кротость и любовь. Аминь. Кто желает ответить...